Подрядная организация у нас была, она сейчас просит выделить земельный участок, где у них будет находиться база, где у них будет находиться техника. В рамках федерального контракта вопрос прорабатывать ремонт путепровода, который не ремонтировался до начала строительства, к нему никто не приступал. По поводу движения техники, оно будет рассмотрено на комиссии. Сейчас, когда зайдут документы уже окончательно, что они приступают с такого числа, соответственно, схема движения будет проработана. А если говорить о схеме движения и о ремонте путепровода, у нас есть дорога по улице Промышленной, если там кто-то был, скажу, это не дорога, это направление. Ремонт этой дороги, мы ориентировочно посчитали, будет стоить от 40 до 50 миллионов, чтобы сделать ее с рециклером, чтобы сделать именно в том техническом задании, чтобы там могла ездить большая грузовая техника. Если, опять же, мы сейчас сделаем ее, заградируем, сделаем один-два слоя асфальта, это не решение вопроса, это деньги, которые мы выкинем, наверное, в никуда, потому что там ездит большая грузовая техника, и дорога через год, я думаю, также придет в ненормативное состояние. Это вот мы о чем говорим по поводу 250 миллионов. Если у нас получится, конечно, мне хотелось бы сделать улицу Промышленной, потому что большое обращение граждан присутствует, этой дорогой никто не пользуется, а в рамках ремонта путепровода она будет необходима для жителей села Ивановка, Красного Яра, именно того направления, куда люди будут ездить. Спасибо.